Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире национального телевидения Чувашии программа «Спорт Сити» и я, ее ведущая, Екатерина Абрамова. Сегодня мы поговорим о футболе. Как уже известно, в столице нашей республики готовятся сразу две тренировочные базы к Мундиалю 2018 года. Это стадионный «Спартак» и «Олимпийский». Конечно, в нашей программе мы не сможем встретиться со звездами мирового футбола, но мы точно знаем, что каждый из них когда-то пришел в спортивную секцию юным и неопытным мальчишкой. И сегодня мы на тренировке самых маленьких футболистов Чебоксар. В спортивных школах продолжается набор в различные спортивные секции, в том числе и в футбольные. Сейчас на поле новобранца 6-7 лет. Родители привели их в секцию совсем недавно. Кто-то занимается пару месяцев, кто-то пару недель. Тренирует молодых спортсменов Виктор Тишкин. Основная задача наша, конечно, это привить любовь к футболу, естественно, и научить, приучить детей систематически заниматься спортом, чтобы это было нормой жизни. Футбол пользуется большой популярностью. Неудивительно, что по количеству занимающихся в республике этот вид спорта стоит на третьем месте, уступая лишь легкой атлетике и плаванию. В различных спортивных школах и секциях насчитывается почти 3000 футболистов, и треть из них приходится на Чебоксары и Новочебоксарск. Секции футбола здесь есть в спортивных школах «Спартак», «Энергия», в специализированной школе по футболу, а в Новочебоксарске – в первой спортивной школе. Правда, не везде работают группы для ребят 6-7 лет. Основной возраст – 8-9 лет. Но опыт показывает – заниматься с малышами можно и нужно. Я в 4 года уже играл в футбол, но сам был вратарем уже хорошим. А сейчас уже там хороший на защиту, на пол, защиту на нападающего, ну и на вратарям. Мне нравится футбол, потому что там долго и много бегать, и не скучно. Мне нравится футбол, потому что это спортивная игра. А чем она тебе нравится? Ну, потому что это футбол, там нужно бегать и играть в мяч. Не жалеют о сделанном в пользу футбола выборе и родители. Ну, футбол он сам захотел, в садик уже играют футбол. И был набор с 2010 года, и мы решили отдать его в футбол по его личному желанию. Хотелось бы, конечно, чтобы он добился успехов, попал в хорошую команду. Будем надеяться. Степа Константинов захотел пойти на футбол, глядя на старшего брата. Есть и те, кого заняться этим видом спорта побудила любовь к какому-либо профессиональному клубу. Люблю очень футбол. Еще болею за команды ЦСКА и Рубин. Еще болею за Мордовию и все. За Спартак? За Спартак мне. Там иностранцев много. Я пришел в футбол, потому что я очень люблю смотреть футбол сам. Мечтаю стать самим футболистом. А в какой клуб хочешь попасть? ЦСКА или Рубин. Я болею за сборную Португали. Почему? Кристина Рональда там. Конечно, детям еще далеко до любимых игроков, но все идет своим чередом. Пока цель тренера – обучить юных футболистов о зам игры и привести их в хорошую спортивную форму. Естественно, мы прививаем основные элементы футбольной техники, так скажем. Это так называемая школа футбола. В основном это связано с введением мяча, жонглированием, ловлей мяча руками, всевозможные кувырки, прыжки, развороты, ориентация в пространстве. Очень хорошо в этом возрасте развивается чувство равновесия. Конечно, официальных соревнований для детей раннего возраста нет. Им пока достаточно турниров в рамках тренировки. Пока на данном этапе дети в соревнованиях не принимают участия. Их задача – играть. Игра у нас упрощенная. В лучшем случае мы играем 4 плюс 1. А так начинаем мы, конечно, с более упрощенной игры – 2 на 2, 3 на 3. Поэтому соревнований пока нет. Первенство «Чувашии» проводится для футболистов 12 лет и старше. Поэтому пока ребята могут лишь посещать игры своих старших товарищей и, конечно, подражать им. Сегодня мы познакомились с самыми юными нашими футболистами. Набор в спортивные школы продолжается, а значит, еще не поздно записать своего ребенка в секцию. В следующем же выпуске мы встретимся с одной из футбольных команд-ветеранов и поговорим об истории развития вида спорта в республике. До новых встреч! Жители и гости республики в ближайшее время могут посетить следующие спортивные мероприятия. 16 сентября на набережной Чебоксарского залива пройдет Всероссийский день бега Кросснации. Торжественное открытие в 11.45. В тот же день во всех муниципальных и республиканских спортивных сооружениях пройдет единый день здоровья и спорта, когда их услуги будут предоставляться на безвозмездной основе. С 22 по 24 сентября в спортивном комплексе Чигуу пройдет первенство Приволжского федерального округа подзюдо. Начало ежедневно в 10 часов. 27 и 28 сентября состоятся первые домашние игры хоккейного клуба Чебоксары очередного сезона первенства высшей хоккейной биги. Матчи будут проходить на льду Чебоксара-арена в 18.30. Матчи будут проходить на льду Чебоксары.